Здравствуйте! Это программа подробности. На этой неделе администрация Рязани вынесла положительное заключение по итогам публичных слушаний, касающихся изменений в правила землепользования и застройки в части участка на Московском шоссе в пойме реки Рекплетенки и Павловки. Что все-таки планируют построить в пойме? Об этом сегодня мы и будем говорить. У нас в гостях представитель собственников земельных участков в пойме Павловки и Плетенки Александр Захаров. Александр Иванович, добрый вечер! Ну, собственно, что будут строить? Что вот этот проект собой предусматривает? Ну, сейчас говорить о строительстве преждевременно. Сейчас происходит подготовительный период. Мы прошли на сегодняшний день только два этапа. Первый – это изменение в генеральный план города Рязани. И второй – изменение в правила землепользования и застройки города Рязани. В этих планах предусмотрено только изменение зонирования. Следующий этап, который нас ожидает, это разработка ППТ, проект планировки территории, в котором будут рассмотрены вопросы и урбанистики, в котором будут рассмотрены вопросы социальной обеспеченности жилых кварталов, вопросы развития города в данном районе. Тем не менее, несмотря на то, что это будет рассмотрено, что называется, вот позже, когда будет готовиться ППТ, вопрос, который активно обсуждается. 60% всех земель, которые сейчас находятся в пойме, планируется отдать под парк. И построить современную рекреационную зону, где можно будет гулять, отдыхать, заниматься любимым делом. И она будет доступна, что называется, всем Рязанскому и на Московском появится вот такой вот действительно современный большой парк, которого не было никогда. Насколько это все реально? Да это более чем реально. Дело в том, что если пользоваться здравым смыслом, и только им, потому что обещания могут остаться пустыми обещаниями, а руководствоваться надо просто правильными вещами, которые есть. Во-первых, у нас в городе на сегодняшний момент, несмотря на то, что у нас страна речная, у нас нет ни одной набережной, которую можно было бы назвать прогулочной набережной. И возможность такая, как раз по берегу реки, которая проходит там по берегу Трубеша, проведение набережной вполне возможна. На берегу набережной будут самые выгодные площади, поэтому она будет сформирована сама по себе. То есть это правильное решение. И оно выгодное решение всем. Оно выгодное решение тем собственникам, которые будут строить. Оно выгодное решение для людей. Когда мы говорим с вами о парке, дело в том, что в проекте изменения в генеральный план города Рязани уже обозначена парковая зона. И она уже привязана, эта парковая зона, по геодезии, по геодезическим точкам, по геодезической съемке. И поэтому изменение парковой зоны уже будет невозможно. Поэтому эта земля будет передана городу, и там будет сформирован парк. Мало того, в проект разработки данного парка мы очень хотим увидеть наших уважаемых рязанских экологов, которые бы разработали совместно с нами проект данного парка. Когда мы говорим с вами о... Да, кстати, я хотел бы сказать, что там планируется два парка. Так как первый парк – это городского значения, и второй парк – местный. Тот, который мы хотели. Потому что парк городского значения – это то место, в которое будут приезжать люди со всего города. Которые мы хотели бы видеть со спортивным ядром, с прогулочными оленями, с зонами отдыха. Но это все-таки зона городского значения. Точно так же там предусматривается... Нами предусматривается еще и местный локальный парк, в котором будут гулять мамы с колясками из этого района. В котором будут вечером детишки гулять, играть. Главный аргумент, который высказывается против застройки поймы на Московском, это, наверное, в том, что вот эта застройка может привести чуть ли не к экологической катастрофе. Если не все Рязани, то, во всяком случае, в районе Московского шоссе точно. Дело в том, что там были произведены экологические изыскания. Проектная организация, которая выдала свое заключение, что там нет, во-первых, ни одного редкого растения. Во-вторых, нет животных. Но там, по сути своей, это брошенная пустошь на сегодняшний момент. Это пустошь в центре города, которую мы можем превратить в цветущий парк, в цветущий район, который будет построен совершенно по новым принципам. Когда мы говорим про проблему Московского шоссе, это, прежде всего, проблема пробок. Когда мы говорим про экологию, это проблема, прежде всего, как эта экология влияет и на человека в том числе. Ну, это я так думаю. Когда человек стоит в пробке на Московском шоссе и дышит выхлопными газами, я считаю, что это плохая экология. Когда мы решим транспортную проблему за счет строительства дублеров, я считаю, что это решение в части и экологической проблемы в том числе. Когда мы говорим про то, что на сегодняшний момент данная территория является подтопляемой, данная территория является заболоченной, в данной территории живут комары, данная территория может являться рассадником различного рода эпидемий. Ну, потому что это болото. Потому что это так есть. То как раз вот застройка данной поймы, на мой взгляд, является решением экологической проблемы, а не наоборот ее источником. Ну, вы несколько раз упомянули слово пойма и подтопляемая. А вообще можно строить в пойме с точки зрения строительных технологий? Нет опасений того, что когда-нибудь это все подмоет? Когда мы говорим о современных технологиях строительства, то я думаю, что необходимо немножечко отглянуться назад в прошлое. Вот у нас был мэр, которого все уважают, который великий строитель, это мэр Чумакова, да, который сейчас действительно есть чем гордиться Рязанской земле. При ее, когда она управляла данным городом, она задумывалась о том, чтобы построить там сначала жилой район. И были планы. Но современные на тот момент технологии строительства этого сделать не позволяли. Потом был проект гидропарка, который опять же оказался там в силу каких-то причин нереализованным. Ну, потому что не было денег, не было возможностей, не было технологий строительных. На сегодняшний день строительные технологии позволяют строить в данной территории, так как производились уже геологические изыскания, которые говорят о том, что несущие грунты, тугопластичная глина, находятся на глубине всего лишь 6-8 метров. То есть это свайное поле, подсыпка, и, в общем-то, можно строить. Когда мы говорим с вами о подтопляемости данной территории, то это вопрос наличия правильных геологических исследований и правильных проектных решений. Поднимая берега, да, то есть вот говорят там, вы... То есть вот мы слышали во время общественных слушаний определенную критику, что вы затопите. Как можно говорить так, когда вот на сегодняшний момент мы говорим о том, что проект планировки территории мы берем гораздо больше, чем принадлежащие нашим организациям земельные участки, и таким образом рассматриваем и жителей улицы Мервинска, и жителей Михайловского шоссе, и рассматриваем их в целом. Когда мы говорим о поднятии в целом данного района, мы говорим и об этих улицах точно так же. Когда мы говорим о развитии уличной дорожной сети, мы говорим и об этих районах так же. Когда мы говорим с вами о ливневой канализации, мы говорим об этих районах так же. Потому что нельзя рассмотреть вот мой маленький пятачок, а сосед поживет как хочет. Здесь надо рассматривать вопрос только целиком. Но этот вопрос будет рассмотрен уже более детально в проекте планировки территории, в проекте уличной дорожной сети и в проекте ливневой канализации. Вы об этом упомянули. Транспортная проблема, транспортная инфраструктура. Не секрет, что с Московского шоссе сейчас и так очень сложно добраться в часы пик в центр города. А тут построят еще целый жилой микрорайон, в котором 20 тысяч человек будет жить. Это же сколько машин. Это же как проехать. Если мы берем с вами северную окружную дорогу, обход, который ведет у нас от Борок по Конической дамбе, он будет подсоединен и выходить на Московское шоссе в районе торгового дома Барс. И это будет одна из перевязок северного окружного обхода и выезд его на южную окружную дорогу от Борок на торговый дом Барс, от торгового дома Барс параллельно Михайловскому шоссе. Поэтому мы получаем с вами здесь сразу же несколько развязок. Первое, которое свяжет северный окружной обход с южным напрямую. Это раз. Два, Московское шоссе. В Московское шоссе ему идет параллельно два дублера, предусматривается нашим проектом. Первый дублер, который предусматривается, это выезд с улицы Островского, идет прямо на Мервинскую. То есть он проходит через нас. Это первый дублер. Второй дублер, это тот, который дублер непосредственно за метро и торговым центром «Премьер». То есть эти дублеры, которые будут параллельно идти Московскому шоссе и которые разгрузят этот район. И когда мы рассматриваем с вами проект уличной дорожной сети, расчетные показатели увязаны и с новым районом. Также разгрузка не только старых улиц, разгрузка не только Московского шоссе, но и включены туда показатели по новому району. Уже упоминала о том, что много замечаний высказывалось, что очень бурно проходили публичные слушания. Скажите, вот в дальнейшей работе, насколько вы все-таки планируете быть максимально открытыми и публичными с представителями общественности? Насколько представители общественности могут участвовать и контролировать действия застройщиков, потенциальных застройщиков и собственников земельных участков? Насколько вот этот проект может, ну что называется, учитывая его значимость, быть, скажем так, под народным контролем? Когда мы говорим сейчас про следующую работу, которая нам предстоит, а это самая главная работа, это разработка проекта планировки территории, то мы приглашаем в данную работу как профессионалов, так и представителей общественности принять участие в ней, причем абсолютно во всех ее разделах. Как и обсуждение архитектурной концепции, так и обсуждение уличной дорожной сети, так и обсуждение зоны парков, скверов, также обсуждение форматов дошкольных, школьных учреждений, которые будут расположены в данном районе. Приходите, мы очень будем рады. Спасибо, Александр Захаров, представитель организации, владеющих земельными участками в пойме рек Павловка и Плетенка. Мы говорили о изменении в план землепользования и застройки. Администрация города на этой неделе утвердила положительное решение по итогам публичных слушаний. Это была программа подробностей. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова